МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно приступать к отделочным работам и монтировать коммуникации. На каком этапе реконструкция здания фабрики кухни увидели губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Самарские филиалы откроются в 2022 году, но уже в этом преобразится территория вокруг здания, которая также станет частью проекта. Подробности в нашем сюжете. Сейчас у вас уникальная возможность видеть знаменитую Трегулову в каске. Потому что здесь, на этом объекте, наверное, чуть-чуть отставив эстетство, Зельфира Исмаиловна просто руководит стройкой. Усиление фундамента здания завершено, тепловой контур строения закрыт. На выездном совещании в здании фабрики кухни глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценивают ход работ. Внутренние помещения обеспечены теплом. Здесь можно проводить отделочные работы, монтировать коммуникации. Началось и благоустройство фасада. Сегодня есть уверенность, что все, что касается здания, выполнения работ, в текущем году справимся. Начало года следующего будет необходимо для того, чтобы уже расставить оборудование внутри здания, уже отладить все функциональные жизнеобеспечивающие системы. А самое главное, все творческие выставочные пространства уже заработали. Сейчас на объекте трудится около 200 человек. У здания сложная инженерия. Музейные экспонаты требуют особых условий по влажности, инсоляции и системам охраны. Параллельно с этим ведутся подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Она породует самарцев уже в этом году. Зельфира Треголова сообщила, что со времени ее последнего визита в Самару в октябре проделан огромный фронт работ. Внесли дело, общее дело. И в результате, в 2022 году, можно будет процитировать Маяковского. Здесь будет город САК. Это будет совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но уверенно на карте всей страны. Команда Третьяковки в Самаре уже работает и подготовила две выставки. Передовой отряд в художественном музее можно будет увидеть 26 февраля. А совсем скоро в галерее Виктории самарцам откроется еще одна выставка. Все это часть единого проекта, в котором будет представлено наследие 20 века, авангард и реализм 20-30-х годов. Что касается филиала Третьяковской галереи в Самаре, то он откроется в 22 году. Виктория Шарая. События. Обмен опытом на практике. На рабочую встречу в Хворостянский район приехали главы муниципалитетов Самарской области. Выездное совещание прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. За город отправилась мэрия Елчан и выяснила, как преобразится Хворостянский район к концу этого года. Хворостянская земля славится не только полезными ископаемыми, но и работоспособными и талантливыми людьми. Район состоит из 11 сельских поселений. Здесь проживают 16 тысяч человек. По численности населения муниципальное образование занимает 17 место среди сельских районов губерний. Для комфортного проживания есть вся необходимая инфраструктура. Детские сады, школы, сельские дома культуры, физкультурно-оздоровительный центр. Наша цель и цель главы района обеспечить максимальную доступность всем слоям населения. Хотелось бы отметить, что детки, которые посещают плавательную секцию и показывают определенные результаты, выступают за честь района, а не последующие годы ходят бесплатно. Для обмена опытом на рабочее совещание в Хворостянку приехали главы городских округов. Первое в этом году заседание Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Успехом в развитиях Хворостянского района является участие в различных федеральных и региональных программах. Благодаря губернаторскому проекту содействия здесь обновили музей. Теперь это настоящий центр культурной жизни, где собраны экспонаты об истории района и его выдающихся жителях. Дополнительное средство привлечь каждый глава хочет в район, чтобы людям жилось лучше, красивше. И главное, в каждом населенном пункте имеется возможность что-то построить, что-то сделать для людей. Заметно преобразились и общественные территории поселений района. Например, сквер во имя Покрова Божией Матери, который обновился в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. В ближайший год в селе появится кинотеатр. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей. Мэри Илчан, Константин Головин, События. А уже завтра глава Самары Елена Лапушкина примет участие в новом проекте телеканала «Самара ГИС». В прямом эфире обсудим, чем живет город. Звоните в студию, оставляйте вопросы в наших социальных сетях. Смотрите программу «На связи с городом» в пятницу, 26 февраля, в 17.15 на телеканале «Самара ГИС». Приспосабливаться к жизни по-новому заставляют горожан аномальные морозы. Они пришли в наш регион неделю назад и существенно изменили ритм самарцев. Как справиться с неблагоприятными климатическими условиями, своевременно завести автомобиль и не заболеть в период сильных холодов, узнал Никита Колосов. Аномальные морозы внесли коррективы в жизнь самарцев. В первую очередь холода ударили по системе поддельных коммуникаций города. Порыв водопроводной трубы произошел на улице лейтенанта Шмидта. Пока специалисты коммунальной службы устраняют аварию, автомобилисты пытаются освободить колес своих машин ото льда. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Отключены частные дома в границах профсоюзная, конноармейская, Карла Липнюхта и лейтенанта Шмидта. Ведутся работы в водопроводном колодце, то есть без раскопок. С прошлой недели морозная погода заставляет жить по-новому. Привычки и стиль одежды сменились. Одни как следует утепляются и стараются реже выходить на улицу, другие напротив, рады морозам и по-настоящему снежной зиме. Я в Северном Казахстане жила, ребята, так что у нас там и до 45 градусов морозы были вот такие с ветрами. Я поэтому очень даже хорошо отношусь к этой погоде, мне очень нравится. Минус 21 было, не так холодно с утра. Вчера очень много я видел, что прикуривали, было очень холодно. Задувает, конечно, со всех окон, но ничего страшного, самое главное утеплиться. Опять же тапочки, теплые носки, кофта. Это ужасно просто, на улицу не выйдешь, кошмар. Никак не борюсь, вот шарфом пытаюсь как-то это спрятаться. В особом плену сильных морозов оказались автовладельцы. У Надежды Тиала машина не завелась, сел аккумулятор и потекло масло. Автомобиль пришлось ввести в сервис при помощи эвакуатора. Вчера у нас на градуснике минус 33 показывала. Вот вчера она у меня и в гараж поставили и увидели лужу, масло. А могла быть и авария, если бы вовремя не заметить. Объяснение холодной погоды – циклонический вихрь. Мощный циклон закручивает холодные потоки воздуха с огромной силой. Из-за этого в Самаре был сильный ветер, который усилил ощущение морозов. В предстоящие сутки аномально холодная погода сохранится на территории Самарской области, и в ночные часы столбики термометров будут опускаться местами до минус 30-35 градусов. К концу рабочей недели в регионе потеплеет и выпадет снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже 27 февраля достигнет плюсовых температур. Пока же советуют медики, необходимо как можно теплее одеваться и выходить на улицу в случае крайней необходимости. Особенно это касается метеозависимых людей и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вернуться к прежнему образу жизни можно будет с наступлением теплой и комфортной погоды. Никита Колосов, Григорий Прешаков, События. Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошел порыв на сетях холодного водоснабжения. В результате без воды остались 16 домов, это почти 3000 жителей. Меры по устранению порыва приняли оперативно. На место выехали представители РКС и Департамента городского хозяйства. Основные повреждения пришлись на участок в районе дома 21Б на улице Бакинской. В настоящее время аварийная бригада занимается устранением этого инцидента. Уже выявлена причина. Под замену 4 метра трубопровода в течение рабочего дня светового должны справиться аварийщики. И задача к концу текущего дня теплоснабжение восстановить. Городские власти держат вопрос на постоянном контроле. На текущий момент водоснабжение по основной линии восстановлено. В ближайшие часы все 16 домов будут с водой. А вот специалисты коммунальных и дорожных служб готовятся к последствиям очередного снегопада, который начался в этот четверг. На еженедельном совещании под руководством Владимира Василенко представители муниципальных предприятий, управляющих компаний и сотрудники районных администраций получили поручение продолжить работу по уборке снега, наледи и сосулек с крыш. В ближайшее время в Самарский регион придет потепление. До 0 градусов температура воздуха повысится уже к началу марта. Дорожные службы должны быть начеку уже сегодня. Нужно оперативно начать работы по расчистке проезжей части, дворов, тротуаров и остановок. Для того, чтобы горожане смогли плодотворно отдохнуть в ближайшие выходные и без труда добраться до стадионов и лыжных баз. У нас сегодня после обеда пойдет медленное повышение температуры. Начнет часов в 17 небольшой снежок. За ночь он у нас набежит 2-3 миллиметра. В 6 часов завтра работают районы с управляющими компаниями. А в ночь с пятницы на субботу мы уходим со снегом 5-7 миллиметров. Но он квалифицируется как бы сильный снег. Понятно, 5-7 миллиметров. Все работают, в том числе и дорожные службы. Если мы здесь не сработаем, пеняйте сами на себя. Сейчас смотрите за этим. Сейчас организовывайте. Вот это самое главное. Мы работаем ради людей. За сутки в Самарской области зарегистрировали 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 47 689 человек. Такие данные в четверг 25 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 276 человек, а всего с начала пандемии из больницы выписались 43 927 человек. Из огня до в поломе более 50 спасателей МЧС выехали на учебную тревогу в юридический вуз. По легенде, здесь загорелась библиотека на третьем этаже. В здании находилось свыше 300 человек, и двоих пришлось эвакуировать. Как пожарные работают в условиях аномального мороза, узнала Мария Левина. В 10 утра на пульт пожарных поступил вызов в ЧП в одном из самарских вузов. Огонь охватил библиотеку юридического института, что на третьем этаже. В здании находилось более 300 человек, двоих пришлось эвакуировать. Пожару присвоили первый ранг сложности, и эвакуация должна пройти за 4 минуты. Сегодня это учебная тревога, но все максимально приближено к реальным событиям. Здесь и дым, и машины спецтехники, и более 50 спасателей. Подготовились и сами курсанты. Уроки пожарной безопасности, которые проходят здесь регулярно, раз в три месяца, не прошли даром. Для отработки практических действий личного состава и слаженности действий пожарных подразделений, объект с массовым пребыванием людей, где обучается много сотрудников, студентов, и большая нагруженность пожарной загрузкой. Огонь – это стихия, сложно предугадать последствия того или иного пожара, но спасателям удается. Для этого на месте работает человек, который заранее просчитывает все риски и возможные последствия. Именно он заблаговременно принимает решение о подкреплении, если это необходимо. Усложняет работу погодные условия. Пожарные стволы не должны перекрываться никогда, иначе они замерзнуты. Накладывают отпечаток на работу средств индивидуальной защиты органов дыхания. То есть мы имеем периодические маски потеют. В соответствии с этим, при заходе в задуманное помещение еще хуже получается видимость. И здесь отрабатываются моменты именно ориентации в пространстве. В ВУЗе проверили наличие первичных средств пожаротушения, наружное водоснабжение, проезды и подъезды к институту. Результат тренировки оценен как удовлетворительно. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Впереди вас ждет блок экономических новостей в студии Виктория Шаре. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Виктория, что нового сегодня в экономике? В России предложили ежемесячно переводить деньги на продукты людям, которые получают жилищные пособия. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 26 февраля 73 рубля 47 копеек. Евро 89 рублей 49 копеек. Нефть марки Brent сегодня торгуется на отметке 66 долларов 31 цент за баррель. Самая популярная криптовалюта в мире после стремительного роста буквально за день потеряла почти 17 процентов. Впрочем, аналитики не спешат разочаровываться в биткоине, объясняя падение обычной коррекции на рынке. Министерство финансов России пересмотрело нормативную валютную структуру Фонда национального благосостояния. Ведомство включило в нее японскую иену и китайский юань. Указанные изменения направлены на повышение доходности и дивертификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Иена включена с долей 5 процентов юань с 15 процентами. При этом доли доллара и евро сокращены с 45 до 35 процентов. Доля фунтов стерлингов сохранена на уровне 10 процентов. ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7 процентов ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,5 триллионов рублей или 11,5 процентов ВВП. В России предложили ежемесячно переводить деньги на продукты людям, которые получают жилищные пособия, как наиболее нуждающиеся категории граждан. В среднем сумма такой помощи может составить около 3000 рублей в месяц на семью. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей. По мнению авторов идеи, государство уже признало тех, кто получает субсидии на оплату ЖКХ самыми нуждающимися, и именно им необходима поддержка. Отмечается, что таких семей в России около 3 миллионов, и реализация продуктовых карточек может стоить бюджету примерно 108 миллиардов рублей в год. Российский бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы в 2021 году. Каждая десятая компания готовится к закрытию. В начале года у третьей опрошенных предпринимателей продолжил снижаться оборот. У 27 процентов он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19 процентов респондентов сообщили о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос. Своей главной трудностью это назвали почти 60 процентов респондентов. В тройку основных проблем также вошли невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду. А также нехватка средств на зарплату и выплату страховых взносов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса. В частности, будет продлена программа льготного кредитования. Ставка при этом повысится с 2 до 3 процентов. Участвовать в новой программе будет бизнес из числа наименее восстановившихся отраслей. В том числе общепита, сфера культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самарской области от плановых проверок в этом году освободили около 3000 предпринимателей. Из плана на 2021 год исключили почти треть рейдов по контролю. Напомню, до конца прошлого года в регионе, как и в целом по стране, из-за сложной эпидемиологической ситуации действовал мораторий на проверки бизнеса. В Самарской области было запланировано почти 7,5 тысяч проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но больше половины мероприятий по контролю отменили в связи с пандемией. Мораторий был введен на 2020 год, соответственно, и плановые проверки были пересмотрены. По внеплановой проверке те, которые несли угрозу жизни и здоровью, все согласовывались с нами. Количество нарушений, безусловно, возросло. В части именно ограничения прав предпринимателей. Но это не только нарушения контроля надзорных органов, совершаемые. Это нарушения в части оплаты контрактов. Это нарушения при предоставлении предпринимателям мер поддержки. Такие нарушения тоже выявляются. Продолжая традиции, в год 60-летия первого полета человека в космос самарские студенты запустят в небо экспериментальную ракету. Молодые ученые создали ее при поддержке специалистов РКЦ «Прогресс». Предыдущие разработки студентов Самарского университета неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов в России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции. В 2019 году студенческое конструкторское бюро вуза признали лучшим в России. Чем молодые ученые будут удивлять в этот раз, расскажем в сюжете. Ее назвали «Капелла» в честь самой яркой звезды в созвездии Возничьего. Одноступенчатая ракета нового поколения сможет подниматься с полезным грузом на высоту 2000 метров. Разработали аппарат студенты Самарского университета имени Королева. Сейчас завершают сборку модели. Данные модели технологически отличаются от предыдущих. То есть особенность у нее, во-первых, модульность конструкции. То есть тут каждый блок есть в свой персональный. Вторая особенность – это в двухступенчатом выбросе парашюта, который позволяет нам регулировать дальность приземления ракеты. У нас все ракеты рассчитаны за счет многоразовости. Ну и третья такая особенность – это усовершенствованная бортовая электроника, которая, в общем-то, на несколько порядков сложнее и технологичнее, которую мы использовали до этого. Поскольку ракета одноступенчатая, у нее нет отделяемых частей. А вот завершает свой полет она на парашютах. У аппарата две системы спасения. Основная система спасения располагается в центральном блоке. Соответственно, здесь сверху располагается тормозной парашют, он маленький, и основной парашют он уже побольше. Дальше будет располагаться как раз камера с передатчиками. Здесь будет находиться уже в хвостовом отсеке двигатель. В головном отсеке будет находиться резервная система спасения и, соответственно, основной блок электроники. Первый запуск экспериментальной ракеты запланировали на весну этого года. Он пройдет на испытательном полигоне в Чапаевске. Разработчики приурочат это событие к шестидесятилетию первого полета человека в космос. Светлана Кудрявцева. События. Поехали! Кофе-островки, вендинги, уличные киоски и самостоятельные кофейни. Сегодня приобрести стакан кофе можно где угодно. Популярность этого напитка растет, о чем говорит статистика продаж. Уже в течение трех лет кофе опережает чай по реализации в России. С чем связан тренд и что по поводу увлечения напитком бодрости, говорят врачи, узнала Гульфия Сафина. Да, да, окей, дай мне выпить чашечку кофе и мы с тобой все решим. Доброе утро. Мне, пожалуйста, самый большой купучина. Дмитрий Иванов считает себя заядлым кофеманом. В день может выпить до четырех, а то и пяти полных чашек кофе. Рассказывает, любовь к бодрящему напитку зародилась несколько лет назад, во время крымских каникул. Там все пьют кофе, у них культура потребления кофе намного выше, чем у нас. И там я научился пить кофе по несколько чашек в день, потому что с утра проснулся, выпил кофе, куда-то поехал, выпил кофе, встретился с друзьями, выпил кофе. И сейчас в Самаре происходит то же самое. И мне это очень нравится, это безумно заряжает, это очень вкусный напиток. Аналитики сообщают, традиционно чайная Россия становится кофейной. Доля потребляемого кофе на душу населения стремительно растет. А за последние три года чай утратил лидерские позиции по реализации в нашей стране. Продано 145 тысяч тонн кофе и 142 тысячи тонн чая. Я думаю, что в последнее время спрос на кофе повысился, потому что кофе стал уже не просто напитком, а особым ритуалом для человека в современном мире. Чаще всего гости заказывают классику, это капучино, латов, лэк-уайт, американо, фильтр, кофе. Тут зависит от предпочтения, если человек хочет что-то более молочное и нежное, либо что-то покрепче и бодрящее. Но это всегда стабильная, хорошая, вкусная чашка кофе. Прогуляться по городу с согревающим стаканчиком кофе сегодня можно сказать мода. И я от тренда не отстаю. Но что скажут медики на такое повальное увлечение кофеиносодержащим напитком? Оказывается, то, что вкусно и ароматно, хорошо в меру. Это то же самое, как пекарни, булочки, выпечка, сахар, кофе. Это наркотические вещества, которые вызывают зависимость. Но не думайте, что кофе совсем нельзя пить. Одна чашечка качественного, свежесваренного, ароматного кофе в первой половине дня вполне допустима. Кофе – напиток неоднозначный, отмечают врачи. С одной стороны, он вырабатывает гормон счастья, тонизирует кровеносную систему и содержит ряд полезных витаминов и микроэлементов. С другой – дает серьезную нагрузку на желудок, почки, поджелудочную железу и нервную систему. Кофеин повышает уровень кортизола, поэтому противопоказан беременным и кормящим женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Конечно, если и кофе у нас появился в 857 году, и не может быть такого, чтобы кофе никак не присутствовал в жизни нас. И, естественно, может быть как вред, так и польза. Всегда нужно подходить, наверное, с врачебной точки зрения. Можно сделать определенные виды исследований, чтобы понять, насколько он полезен или вреден. Организм у каждого индивидуален, напоминают медики. И если для кого-то кофе – безвредный напиток, то для других он может стать причиной апатии или, наоборот, перевозбуждения. А также головной и желудочной боли, скачков артериального давления и преждевременного старения. Медики советуют, прежде чем налегать на модный напиток, проверьте здоровье. Ограничиться только до обеденной чашкой кофе тоже не повредит. Главное – не натощак. И не всегда с молоком и сахаром. Эти топпинги провоцируют выброс инсулина в кровь. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Чаще всего о смене профессии задумываются россияне в возрасте от 25 до 35 лет. Это выяснили аналитики Яндекса на основе анкет студентов, которые хотят переобучиться. При этом среди желающих получить новую специальность мужчин в полтора раза больше, чем женщин. Чаще всего за новыми знаниями идут те, кто уже работает в сфере IT и близких областях, но не по той специальности, по которой хотелось бы. Также много студентов приходят из сферы продаж и закупок, промышленности, науки и образования. Сфера, в которой работает человек, может влиять на то, какую специальность он выбирает для переобучения. Например, студенты, пришедшие из промышленности, чаще всего идут на тестирование и веб-разработку. У маркетологов, рекламщиков и пиарщиков популярен дизайн интерфейсов. На этом наш выпуск завершен. Заходите также на наш сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok